здравый смысл в эфире программа здравый смысл программа о здоровье и бодрости и мотивации мы говорим о том что полезно и о том что делает вас лучше у микрофона ведущая надежда ничанова и сергей ануфриенко руководитель компании чуваший хлеб производитель хлеба пророщенного зерна и купеческого иван чая здравствуйте сергей васильевич здравствуйте конечно сегодня мы поговорим о полезных продуктах в частности о полезных напитках иван чай иван чай это тот напиток который был когда-то издревле известен да и сейчас он снова становится более популярным расскажите сергей васильевич как он появился в ассортименте вашей компании появился в ассортименте нашей компании чисто случайно потому что я его испытал на себе болел простудными заболеваниями весной и осенью стабильно по неделе по дней по 10 и это как то увидел в продаже иван чай фирмы сибирские кедры меня этот чай заинтересовал он понравился вам да он мне понравился и я прочитала его полезности ну потом соответственно более глубже вы изучил его полезные свойства и подумал что почему это к нам в кировской области везут иван чай из икутской области хотя у нас на наших в лесах и на вырубках столько его много этого иван чая и решили попробовать сами решили попробовать сами его выпускать сколько времени у вас ушло на эти эксперименты цену год до первый год мы чисто занимались технологией потому что в зависимости от времени фигментации получается вкус разный вкус иван чая да если допустим нужно получить зеленый ван чай то его нужно фигментировать до 8 часов а если нужно получить черный чай то нужно его фигментировать можно даже до 40 часов зависимости опять же от вкуса а вкус определяется элементарно просто что допустим когда идет фигментация заходишь в помещение где стоят эти бачки с чаем который подвергается фигментацию и если запах стоит такого яблочного компота то все допустим первая стадия готова это получился зеленый вам чай значит если надо зеленый отбираешь там несколько этих бачков подвергается сушки сушим это тоже отдельно помещение а черный чай если нужно дальше продолжается фигментация соответственно там уже получается другой запах в помещении а какой на на что похоже а вот это тот же секрет фирмы хорошо понятно а я знаю что иван чай это очень полезный продукт и там огромное содержание витаминов можете ли рассказать здесь какой состав в чае ну основные это действует вещество иван чая это танины их еще называют дубильные вещи дубильными веществами выводят шлаки и такси выводишь шлаки да очень хорошо это выводится шлаки поэтому вот это танины они основное приносят пользу а еще я насколько знаю что витамин c это витамина c больше да даже чем в лимонах 5-6 раз больше чем в лимонах и поэтому во время простуды мы всем рекомендуем пить наш иван чай вместо лимонов потому что когда простудные заболевания все же врачи рекомендуют пить много жидкостей но с лимоном и так далее поэтому наш чай намного дешевле чем лимоны и вкуснее и вкуснее да ну что чай с лимоном не все любят кислый там потому что норму же тема не знаешь сколько положить согласно расскажите еще о своем опыте вот вы уже четыре года пьете иван чай как вы себя чувствуете ну вот как я начал заниматься иван чаем и я его сейчас пью стабильно то есть практически воду не употребляю хоть в некоторой литературе пишут что его нужно употреблять но нельзя употреблять постоянно ну типа того что месяц пьешь потом перерыв и опять дальше продолжаешь пить я пью постоянно то есть утром встал чай ну завариваешь иван чай в обед если получается но у меня в конторе значит в офисе тоже стоят всякие че наши вечером приезжаю тоже начинаю с иван чая то есть сначала кружечку иван чая а потом уже уже ну то есть сейчас у вас вот как вы оцениваете свое состояние вы стали более бодрым и более активно ну то есть чувствую себя бодро активно встаю в пять часов утра и работаю часов до девяти до десяти вечера особенно чай этот помогает при бессоннице то есть на ночь на вот кружечку чая выпиваешь и спишь то есть кто страдает бессонницей то его рекомендуем употреблять вы сегодня в нашу студию принесли несколько видов чая да это и чай сухой в россыпи который можно заваривать и пакетированный и в бутылках да холодный чай холодный как мы к этому пришли потому что у нас русский бизнес какой что если кто-то чем-то начал заниматься но к примеру опять же из начальной практике двадцати трехлетний начали хлеб печь значит и мы вторыми были в керосипецком районе то есть хлебозавод и мы и соответственно увидели что на хлебе можно деньги зарабатывать появилось 8 пекарень вот так же и с иван чаем получилось то есть мы начали заниматься иван чаем соответственно сейчас в буржуми выпускают слободском выпускают ну в общем тоже уже наверно восемь десять производителей ну и соответственно а я не люблю такой конкуренции что допустим стоять с буханкой хлеба и отлавливать чтобы шли в магазин не шли в магазин другого производителя поэтому мы начали думать как дальше развиваться и вот заказали технические условия в мичуринск нам сделали технические условия мы ну и выкупили это все дело и начали также пробовать первый год мы отрабатывали технологию там граммами и значит вот сейчас выпускаем холодный иван чай а потом ну начали это вот в зеленой крышке это классический мы его называем холодный иван чай так как у нас в кировской области тоже очень много полезных трав растет но взять бруснику душицу зверобой чернику мы это решили попробовать опять же на себе этот холодный чай смешивать с этими травами с отваром да мы делаем иван чай ну холодный чай все эти холодные напитки не на экстрактах которые химическим способом вытащены из листа из этого из иван чая а мы делаем на отваре и мы этот метод даже запатентовали у нас есть патент здорово вы серьезно взялись за делом да конечно да целый год ждали решение комиссии они там пытали нас пытали чем отличается наш способ от этих всяких классических потому что ну и вот мы решили запатентовать и мы были в прошлом году мы так то постоянно посещаем посещаем это выставку продэкспо в москве и вот всего одного производителя нашли ну нашего конкурента который тоже начал выпускать холодный иван чай в сверловске но у него 10 составляющих у нас в нашем иван чае только отвар ну допустим иван чай взять да отвар иван чая регулятор кислотности лимонная кислота сахар и это самое сарбат калия как это самое для продления сроков и все а у них там все и все экстракты эти ну а конкурентах плохо не говорят но нам никому не понравился этот чай я специально там у них купил привез этой выставке этикетки отодрал но снял с бутылок и в конторе у себя это кто приходит по работе наливаю для пробы я вот этот иван чай какую-то иван чай тип того что это фигня какая-то ну то есть важно смотреть на состав чем меньше там компонентов тем более он экологически у нас стопроцентный натуральный продукт и вот мы сейчас тоже начали у нас просить потому что мы добрались до краснодара вот завтра опробную партию отправляем но на пробуем они говорят давайте нам со стивей или стопенномбором чтобы заменить сахар да вот об этом тоже интересно скажите люди начали следить за своим здоровьем и очень хорошо потому что потребление сахара очень выросло то есть в литературе такие факты что ну что то в 15-20 раз сейчас человек употребляет сахар а раньше же он дорогой был поэтому видимо не все могли купить сахар а сейчас он дешевый употребление сахара кстати о цене ваш холодный иван чай со стивей отличается по цене от классического ну немножко будет отличаться да а по вкусу а по вкусу это на вкус и цвет товарища нет но вы чувствуете разница заметно ну да вкус другой расскажите какой у вас с какими травами вы производите иван чай мы производим пока четыре вида с черникой с чабрецом и с брусникой ну классический чисто иван чай и вот с черникой с чабрецом и с брусникой еще хотела поговорить о сухом рассыпном да вот этом иван чай который нужно заваривать расскажите правила заваривания этого чая правила заваривания такие что сначала нужно обдать кипятком заварной чайник или пресс чайник значит потом засыпать туда вот этот заварной чай на ферментированный опять обдать его кипятком буквально на полминутки ну как будто смыть с него это самое все что есть слить и потом уже заваривать но не кипятком а горячей водой там от 80 до 90 градусов чтобы не убить все полезные свойства и наш чай заваривается несколько раз до до трех раз да второй раз он заваривается лучше становится насыщение то есть отдает больше уже когда дает больше компонентам то есть он раскрывается три раза значит можно заваривать можно заваривать пока не потеряет цвет пока не потеряет цвет да еще меня заинтересовало возвращаясь опять к холодному иван чая у вас там написано особо подготовленная вода что имеется ввиду вода проходит очистку через специальные угольные и эти фильтры чтобы потому что мы подбирали оборудование у нас технических условиях написано какая должна быть вода и вот мы подбирали оборудование то есть допустим купили одно оборудование прогнали воду везем на испытание в сэс они нам делают и сравнивают с техническими условиями говорят что нет у вас вот этого еще много все покупаем еще второе это самое вторую очистку фильтра там значит тоже пропустили воду везем все как подходит вот когда мы добились вот этого качества воды которая прописана в технических условиях мы тогда уже начали массово выпускать мне нравится ваш этот серьезный детальный подход к делу ну потому что мы же работаем для народа и тем более мы пишем что у нас стопроцентный натуральный продукт поэтому мы стараемся чтобы у нас все марки зарегистрированы официально на нас даже вот на выставке два года назад на продэкспа начали наезжать нижегородцы у них у нас купеческий иванчай а у них название иванчай купеческий вот и они это нам письмо такое грозное написали тип того что почему вы пользуетесь словом купеческий без нашего разрешения а мы им тоже потом такой ответ написали что мы к вам это в суд на вас подадим почему бы это тоже используете то есть мы ему все копию свидетельства регистрации у вас есть товарный знак да товарный знак ну все зарегистрированы это здорово какого-то 30 года то есть у нас чуваши хлеб товарный знак зарегистрирован купеческий иванчай зарегистрированы и метод производства холодного иванчая на отварах тоже патент получены кому бы вы порекомендовали пробовать этот чай всем всем кто любит ну опять же повторюсь что на вкус и цвет товарищей нет кто любит натуральный продукт нужно пробовать оценивать его как минимум попробовать сейчас нынешним летом которые обещают жарким вместо кваса вместо кока-колы и все да 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 потому что все я там квасы спрайты кока-колы они это но не натуральные ну я не могу не буду говорить а если квасы конечно это со всякого там низового воображения там вот у меня нравится уржунский квас потому что он такой ближе к натуральному и у него мало чего это напихано химии всякой скажите вы не не работали с кем-то может быть из представителей медицины докторов специалистов правильного питания фитнес-тренеров пробовали ли они вас мы работали медицинской институтом есть там сырчина надежда викторовна доцент и это значит я к ним обращался сравнить наши чаи со всеми другими и вот они выпускали студенты даже делали на этом курсовую работу сравнивали наш чай этот гринфельт чай сравнивали там еще какие-то такие так вот мы после этого гринфельта на втором месте по содержанию танинов там и разница буквально две единицы допустим если у них там 11 единиц у нас девять единиц то есть мы на втором месте и потом они еще проводили научную работу на кстати это так здесь нету ее не написано очень смысл какой значит они брали есть такие дафни это рачки которые живут только в чистой воде это показали только раки допустим если раки в реке есть значит она экологически чистая экологически чистая да в этой воде можно купаться и вот они значит поместили эти дафни в токсичный раствор соли тяжелого металла дихромата калия а другая партия была эти рачки это сама ну тоже в этот дихромат калия в раствор помещена но туда добавили иван чай ну это самое отвар иван чая так вот в этом в первом варианте все рачки погибли с добавлением иван чая выжили то есть вот они такую научную работу делали у нас есть отчет и они написали рекомендации что наш иван чай полезен даже для вредных производств допустим химические заводы какие-то нефтехимические там и так далее вот мы сейчас пытаемся представители наша работа из нижнего нового не пытаемся залезть в дзержинск на эти химические производства слушайте но эта история действительно вдохновляет и наша программа подходит концу я хочу поблагодарить сергей васильевича за интересный разговор и советую всем попробовать этим летом обязательно иван чай попробуйте наш чай присутствует уже в глобусах магазинах глобус и дальше будем осваивать все магазины кировской области а потом пойдем дальше я благодарю вас всего доброго до свидания до свидания здравый смысл